В самом центре города Казани расположился парк на территории бывшего военного госпиталя. Сейчас эти здания принадлежат Казанскому федеральному университету, а вот парк остается в собственности администрации города. К сожалению, эти территории остаются заброшенными. Интерес к парку проявили студенты и преподаватели из Центра фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. Только в этом году здесь, после переселения в новые корпуса, начали проводить исследования. Очень большое видовое разнообразие растительности и животного мира. Совместно со студентами-биологами в мае этого года начались исследования парка. За это время была изучена флора и фауна. Очень много видов здесь произрастает. То есть тех, которые мы не можем встретить просто так по городу. То есть такие, как каштан, например. Этот вид вообще стоит достаточно больших денег, а тут он растет просто так, можно выкопать саженец. Заброшенному парку уже более 200 лет свою историю начал с основания госпиталя в 1809 году. И за это время лес уже успел хорошо произрасти, обзавестись млекопитающими и особыми видами птиц. Здесь довольно много разных видов деревьев произрастает. В частности, и такие довольно распространенные виды, как береза, клен американский, обыкновенный клен, ель. Очень большое разнообразие травянистых растений, как показывают исследования наших геоботаников. И вот такое большое разнообразие растений обуславливает и большое разнообразие фауны. Даже за короткий период исследований группы преподавателей студентов КФУ было отмечено более 30 видов птиц. Среди них и редкие виды, такие как ушастая сова, сокол, чеглок, черный дятел и другие. Планируется продолжить изучение парка более детально. Конечно, хотелось бы, чтобы такой уникальный природный объект, такая уникальная территория, располагающая в центре города нашего, сохранилась. И здесь мы можем, далеко не отходя от наших учебных зданий, проводить какие-то учебные занятия в ходе полевой практики. Для нашего института тоже это будет очень полезно, как и для изучения флоры и фауны, изучения биоразнообразия, сохранить зеленый участок в центре города. Многолетняя история места в самом центре города Казани, большие участки зеленого леса и еще множество факторов, почему необходимо задуматься о сохранности данного парка. Средний возраст деревьев этого заброшенного парка около 150 лет. Студенты и преподаватели Казанского университета верят и надеются, что в ближайшее время парк будет облагорожен. Анна Глазунова, Льнардов Литьяров, Универньюз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...